Главное за день. Ковид, грязный воздух и сборы мусора. Некоторые преподаватели меня спрашивали, типа, я точно Настя зовут? Тебя, наверное, Гуля зовут? Как живут буряты в Москве? Специальный репортаж на АТВ. Вы смотрите новости на АТВ. В студии Инна Языхеева. Здравствуйте! И о главных событиях прошедшего дня расскажет Марьям Восконян. В Бурятии в перевернувшемся автобусе со студентами не нашли дефектов. Напомню, ДТП произошло на перевале Пыхта, автобус слетел в кювет. Все 24 пассажира получили повреждения различной степени тяжести. Следователи вместе с экспертно-криминалистическим центром МВД осмотрели автобус. В ходе предварительного обследования видимых неисправностей повреждений тормозной системы не выявлено. По одной из версий, водитель автобуса при длительном спуске с перевала допустил перегрев тормозной системы, что могло повлечь отказ в ее работе. Для проверки этой версии и установления точной причины ДТП следователи назначили автотехническую судебную экспертизу. Помимо этого, по уголовному делу проводятся другие необходимые следственные действия. Пожары из Якутии не отступают. В Бурятии вновь выявили загрязнение воздуха. Накануне Роспотребнадзор отобрал 62 пробы в 10 районах республики и Улан-Удэ. В четырех выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ на территории Улан-Удэ и в одной пробе в Бургузинском районе. В ведомстве отмечают, что в республике действующих пожаров не зарегистрировано. В связи с задымленностью спасатели рекомендуют жителям Бурятии минимизировать пребывание на улице и ограничить физические нагрузки. Невакцинированных теперь вправе отстранить от работы. Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев. В Бурятии ситуация с коронавирусом остается напряженной. Особое опасение эпидемиологов вызывает период начала нового учебного года, когда контакты между людьми значительно возрастут. Очень важно сейчас особое внимание уделить вакцинации работников наших образовательных учреждений, студентов. Именно коллективный иммунитет позволит нам начать новый учебный код в очном режиме без каких-то ограничений. Напомним, в Бурятии действует обязательная вакцинация отдельных групп граждан. На 10 августа первым компонентом привито более 275 тысяч жителей республики. Полный курс вакцинации прошли почти 229 тысяч. В управлении Роспотребнадзора подчеркивают отстранение от работы невакцинированных сотрудников в законном. Инспекторов рыбоохраны и жителя Бурятии осудили за вылов омуля. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. В октябре 2020 года на служебной лодке они прибыли в местность острова Медвежий реки Селинга. Сетями браконьеры незаконно выловили 156 особей нерестового байкальского омуля. В связи с полным возмещением ущерба, раскаянием содеянным, суд назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Должностному лицу назначено дополнительное наказание. Лишение права занимать должности федерального государственного служащего сроком на два года. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщает Пресс-служба прокуратуры Бурятии. В Бурятии провели первый чемпионат по сбору мусора на Байкале. В рамках проекта «Мусор из головы» в чемпионате приняли участие 105 человек, в том числе 55 детей. Они соревновались в борьбе за победу в нескольких номинациях. Самая неожиданная находка, самая интересная – борьба с окурками и самое большое количество мешков мусора. Нашли мертвую нерпу, было очень жаль, нашли старый бидон. Что странно, мы обнаружили много оборудованных ям для мусора, в которых хранился старый-старый мусор. Непонятно, для кого это сделали и кто должен выгребать эти ямы. Всего участники чемпионата собрали за два часа 100 мешков мусора. Следующий чемпионат состоится сегодня в поселке Энхалук. А сейчас важное сообщение. За сутки уровень воды в Селенге поднялся на 4 сантиметра. Река грозится выйти на пойму уже завтра, когда уровень достигнет 232 сантиметров. Возможно подтопление жилых домов и придомовых территорий вблизи береговой линии. Все это связано с прохождением монгольского циклона, но в основном уровень поднимается из-за воды, которая идет в Улан-Удэ по реке Джида. Однако и это еще не все. По прогнозам, в ближайшие дни Улан-Удэ снова покроют дождями. При уровне 247 сантиметров, 247-250 сантиметров будут уже подтапливаться приусадебные участки, которые находятся в основном в низине. То, что показано сегодня, воздушная масса собирается, у нас выходит выпадание осадков за три часа, месячное выпадание осадков. Все зависит сейчас у нас от природы и природа диктует свои условия. Сегодня провели контрольный замер на реках, дополнительно установили тревешки на Селенге. Жителям рекомендуют предпринять меры по сохранению имущества. В частности, перенести вещи на верхние этажи или чердаки, выпустить домашний скот и животных, подготовить личные документы, необходимые вещи, запас продуктов питания и питьевой воды. Также рекомендуется застраховать свое имущество, а в случае эвакуации сохранять спокойствие. Бешеный ритм, большие расстояния и высокие цены. Жизнь в Москве – полная противоположность жизни в Улан-Удэ. Каково это – переехать в столицу из провинции, расскажет наш корреспондент Анастасия Шакжиева. О, тяжело, но вау. Когда я училась в университете, мне говорили, что я там чурка. Буду засняться, если долго в бурятской кухне не ем. Все, что я могу представить в своей голове, это все реализуемое в Москве именно. Дам у всех амбиции наверху. Многие мечтают переехать из Бурятии в столицу и добиться успеха. Я в том числе. В 17 лет первые три дня в Москве я плакала и хотела домой. Мне нравились жилье, метро, незнакомые люди. Сейчас все гораздо лучше. А как живут другие люди из маленького города в мегаполисе? А какие у тебя были первые впечатления о Москве? Вау. А сейчас? О, тяжело, но вау. Первый курс был такой сложный немного. Была адаптация. Я очень сильно поправилась. Я человек фартовый. У меня много знакомых, в принципе. У меня не было такой какой-то депрессии. Оставили они меня в метро. И мне было так страшно. Если я хочу что-то сделать и чувствую, что мне это страшно, я такая, о, да, это оно. Значит, надо туда идти. Вот где страшно, туда идти, потому что там будет развитие. Байкал – это такая площадка для молодежи. У нас много студентов приезжает учиться в Москве. Нужна адаптация для молодежи, поэтому вот эта площадка – некий плацдарм для собирания людей молодых, общения. Конечно, есть. Он везде есть. В Иркутске есть. Часто со мной был, когда я училась в университете, мне говорили, что я там чурка. Некоторые преподаватели меня спрашивали, типа, я точно Настя зовут? Типа, тебя, наверное, Гуля зовут? На самом деле, если на это очень сильно кидать свой взгляд и взор на все и вся, ты всегда будешь с ним встречаться. Нет, ни разу не сталкивалась. Расизма, ну, как такового, я лично не так сильно встречаю. Бывают взгляды. В Москве можно прожить и на 50 тысяч рублей. Ну, чтобы просто снимать, там, не знаю, комнату, вот так вот, если жить еле-еле, там, на еду и на транспорт, ну, 50 тысяч. 70 тысяч. Это прям, ну, прям очень грустно жить. Я думаю, минимум 60-70. Минимум, думаю, 40 тысяч где-то. В Улан-Дель люди немного проще. Они улыбчиво общаются и, ну, с незаконными людьми. А в Москве такого нет. Люди очень, как сказать, более широко мыслят, наверное, и там нет каких-то ограничений, границ. Все просто живут так, как они хотят. Там у всех амбиции наверху. Вот здесь, типа, знаешь, в Бурятии много людей остается такие, о, я хочу себе квартиру и дом, и дача вот эта вот на Байкале, и машину-сороковку. В Улан-Дель более, ну, более читаемые люди. То есть, ну, ты примерно понимаешь, какой человек. В Улан-Дель, я считаю, не очень уважительно люди друг к другу относятся. Считаю, что это норма обратиться, там, например, на ты или материться при тебе или еще как-то. Ну, это я замечаю, особенно сейчас, ездя в такси. Вообще, людям пофиг на друг друга. Когда реально смотришь квартиры, да, объявления там бывают, что пишут только славянам и так далее. Тяжело, очень тяжело, потому что нет доверия людям, потому что они думают, что мы всей бандой будем жить в одной комнате, 25 человек и 23 ребенка. Если ты адекватно созвонишься и встретишься с человеком, мы будем вообще без разницы какой-то национальности. На самом деле, я до сих пор сейчас не нашел работу в Москве. Я просто занимаюсь творчеством. Нет дискриминации, так как, ну, все ищут работу одинаково. Но насчет работы я вообще не замечала расизма. Я работала в двух международных компаниях, и было все окей. Все, что я могу представить в своей голове, это все реализуемо в Москве именно. Запомните, если вы в Москву уезжаете, очень много кушаете бус, ролл, любой продукции в Улан-Де, потому что в Улан-Де здесь все вкуснее намного, чем в Москве. В Москве и дорожие порции вот такие. Все герои этого сюжета, как один, сказали, что Москва – город возможностей. Я люблю этот мегаполис. Сложности вначале – мелочь по сравнению со всем хорошим. Все зависит от человека, понравится ему столица, или по душе более спокойная, размеренная жизнь маленького города. Анастасия Шакжиева, Ренчин Павлов, Максим Казаков, телекомпания АТВ. И это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. Недавно у моей мамы был инсульт. Я ее вез по этой дороге 5 часов. Рабочий визит главы Бурятии в Еравненский район. Наша медицина уже вся коммерческая стала. Травы и молитвы в Бурятии откроют Центр народной медицины. Чтобы мы дали им возможность показать себя. Спорт для детей из отдаленных районов Бурятии. Как помочь ребятам тренироваться. Ну это же такой не особо известный канал. О, мое сердце! Вы ранили мое сердце. Что вы делаете? Зачем вы так грубо? АТВ глазами улануденцев в рубрике «Уланудэлайф». Покупай в Абсолюте выгодно. Напиток «Сантал» со скидкой 41% всего за 88 рублей. С заботой ваш Абсолют. Продолжаются рабочие визиты Алексея Цеденова в районы Бурятии. На этот раз глава посетил Яравнинский район. Там он провел целых два дня. Успел открыть новый мост, пообщаться с местными жителями и оценить качество дорог. Итоги поездки в материале Эдуарда Жамсаранова. Вот так выглядел старый мост через реку Эдитат до реконструкции. Он был построен еще полвека назад. Видно, что долгие годы эксплуатации дали о себе знать. И мосту требуется капитальный ремонт. Три года назад глава уже был тут и пообещал сделать мост. И вот так мост выглядит сейчас. Я всех искренне хочу поздравить с тем, что такой мост открывается. Но в первую очередь это для того, чтобы нам здесь жить было немножко повеселее. Конечно, дети ездят, безопасность. Но и вопрос развития. Мы начали строиться в 2019 году. Быстро и качественно. Глава лично дал старт велопробегу. По новому мосту проехали больше 20 детей. Уважаемые земляки, еще раз поздравляю. Мосту быть, дороге быть, развитию быть, хорошей жизни быть. Всем спасибо. Помимо этого, Алексей Цыгенов посетил одно из отдаленных сел Целинное. Где главная проблема – дорога. Как видите, проехать по ней могут только внедорожники. Каких-то 37 километров мы преодолели с большим трудом почти за два часа. Глава пообщался с жителями. И, конечно, главный вопрос был о дорогах. Недавно у моей мамы был инсульт. Я ее вез по этой дороге 5 часов. А при инсульте, извините меня, это очень страшно. У нас маленькие дети. Неоднократно у нас роженицы не доезжали до центральной дороги. Рожали. Были такие случаи даже. Не, ну, сейчас смогу не сглазить. Нам согласовали в Москве 310 миллионов рублей на ремонт дороги уже в следующем году. То есть мы в следующем году начнем капитальный ремонт дороги от Телембы. Сюда, ну, там первый участок 15 километров, но все равно. Сейчас вот на ремонт смотрим, там 5 тысяч. 5 миллионов рублей, да, чтобы подгодировать и так далее. Ну, это сейчас быстро сделаем. А в следующем году уже 310 миллионов на хороший ремонт. Так что, для Бога, дорога появится. В Яравнинском районе будет строиться школа на 450 мест общей стоимостью 540 миллионов. И также будет построена 15 км дороги до поселка Целинный. Вот, общей стоимостью 310 миллионов рублей. Конечно же, это облегчит жизнь наших сельчан, создаст достойные условия, достойную инфраструктуру. Также глава пообщался с жителями села Соснова-Озерская. Просим вас обратить особое пристальное внимание на нашу проблему. С 1 января 2021 года в Гунзинской врачебной амбулатории была сокращена ставка лаборанта. Для нас это стало большой проблемой. Теперь, чтобы сдать анализы, нам приходится ездить сюда, вот в районный центр. Лицензирование мы получаем там на дополнительный забор, возобновляем забор. А лабораторию саму мы, к сожалению, там не можем. Будут ли строить дома для молодых специалистов, приезжающих работать в деревне? Из-за нехватки домов врачи не могут остаться для дальнейшей работы? Ну вот конкретно по врачам у нас принята сейчас программа, кстати, программа была единороссовская, она работает. 100 домов для врачей, да, и уже первые люди есть, кто получили. Там программа такая, 10% платит сам человек, все остальные платежи мы гасим из бюджета. Как обычно, целый комплекс вопросов, по итогам которых мы целый год с правительством будем работать. И через год приедем опять жителям, будем отчитываться, что сделали, что не сделали. Ну и готовиться к новым задачам и к новым вопросам. В целом, вопросы, которые сегодня люди задавали, они в целом решаемы. То есть таких не решаемых вопросов нет. Так что будем работать. За два дня пребывания главы в районе лишилось много вопросов. Там будет построена новая школа на 450 мест, дорога в 15 километров и другое. Эдуард Жемсаранов, Ренчин Павлов, телекомпания АТВ. На днях нам предложили снять довольно противоречивый сюжет. Об открытии первого в Бурятии официального центра народной медицины. Наш корреспондент Чингис Ачиров сначала скептически отнесся ко всей этой затее. Но в ходе съемок понял, что народная медицина – это не только травы и молитвы. Что так удивило Чингиса? Смотрим далее. Нижние Тальцы – старое здание Таллицкой школы. Сейчас это место временно даровано общественной организацией «Защитники России». Здесь они хотят обустроить первый в Бурятии центр народной медицины. Народный целитель, который есть разрешение на лечение народными средствами. Вот, Булат. Вообще клинжуют с этой съемки. Ни в чем не верят. Хотя я ему предлагаю тоже обратиться к этой знахарке, чтобы она его вылечила. Токсичность все его вывела. Он прям вообще никакой не соглашается. Вообще народные средства издревле использовались в Бурятии. В подтверждении тому довольно популярны в республике центр восточной медицины. Да и к шаманам и знахарям многие люди до сих пор обращаются чаще, чем к врачам. Бабушки, когда молитвы читали, они не сознавали. Просто вот годами идет, народам передается, передается. Но они знали, что она помогает. Так вот мы сейчас к ламам-то приходим. Они же то же самое читают молитвы. Происходит вибрация. И получается, что лама, читая, вот эти молитвы и вибрации действуют на биоэнергию человека. И он уходит оттуда с хорошим настроением и с хорошим все. Однако, по словам зрительницы, лечит она не только молитвами. Также она может выписывать лекарства, травы, проводить специальные процедуры и массажи. Правда, работать пока что не совсем комфортно. Центр все еще пустует и пылится. Дело в том, что здание школы признали аварийным, и оно идет под снос. А я вот считаю, что это ошибка, если его снесут. Потому что здание сегодня не аварийное. Кто сочинил такой документ, что это аварийное? Оно существовало и действовало примерно до февраля этого года. А потом вдруг его сделали аварийным. Вместе с Центром народной медицины общественники хотят обустроить целый оздоровительный комплекс. Здесь по соседству есть целых три источника. Там они хотят открыть что-то типа курорта. Вот мы приехали к источнику, село Нахуй-Шибирь. Вот в этом месте почему-то Бог дал три источника. Они все целебные и незамерзающие. Поэтому можно пользоваться ими круглогодично. Место действительно уникальное и при этом малоизвестное. По легенде местных жителей, каждый источник здесь лечат определенные органы. Один отвечает за глаза, другой за желудок, а третий за сердце. То есть, по сути, вам осталось только решить проблему со зданием, да, где будет находиться основной центр народной медицины? Да, и потом развивать все это дело туда уже. Вот то, что я заготовил, это уже легко. Тропу вообще легко проложить, определить там все это, площадь вся. А в следующем году уже можно будет ожидать санаторий полноценный. Вот здесь находишь в Великой. Да, здесь я думаю, что если мы построим здесь, то я думаю, полноценный будет в совокупности, наверное, со зданиями, которые здесь есть у нас. Жители имеют собственность. Их можно использовать для размещения туристов. В общем, санаторий и туризм – это однозначно хорошо. Тем более, вы находите в Шибири, где нечасто бывают гости. А что касается народной медицины… Наша медицина уже вся коммерческая стала. И знаете, некоторым людям даже не по карману. Случаи есть. Приходит медик, рядом аптека, приходит с аптеки человек и говорит, у нас сегодня товар залежался. Ты, дорогой, выпиши-ка мне вот эти, дай вот. Все, все. А трава не обманет. Тут каждый решает сам. Чингис Ачиров, Булат Зантаков, телекомпания АТВ. А вы знали, что в Алан-Удэ есть абсолютно бесплатный клуб физподготовки для детей из отдаленных районов. Он называется «Скиф-кросс». Ребенок сам может выбрать дисциплину, которая ему больше по нраву. Все подробности прямо сейчас. Смотрите, буквально через 10 секунд берите, что хотите, и начинайте делать. Что хотите, начинайте делать. Ребята приходят сюда, и кто они есть на генетическом уровне, их предположенность, мы их определяем. Это легко, с одной стороны, да. Но, с другой стороны, надо не ошибиться и правильно направить ребятишек, чтобы они выполняли то, что им природы дано. Вот. Ну, в принципе, вот такая наша работа. Ну, в конечном итоге, когда мы поднимаем ребятишек, поднимаем, что они такие есть у нас, мы, соответственно, должны их уже передавать специалистам, ну, специалистам из США. Борцы, именно по видам, пловцы, пожалуйста, люкаплицы, футболисты, борцы, боксеры, все. Там уже проще будет ребятам в тех же джушках работать с этими людьми, потому что база и уже основа есть. Уже они понимают, кто они и что делать. Чтобы мы дали им возможность показать себя, потому что, на самом деле, там ребят столько достойных есть. Приехать не могут, выехать не могут, денег нет. Вот наша задача – вытаскивать их детей оттуда, давать им возможность здесь заниматься бесплатно, без единой копеечки и сопровождать их уже от начала, как взятия ребят, и до самого завершения. И следить за этим ребятам, за их будущим, за их карьерой. И вот нужны клад, нужны помещения. Чтобы, например, нам доставать их оттуда, из глубинок, мы все делаем пешком. Вопросов нет сейчас, да. Нам пришлось, вот люди некоторые знают, продать машину, чтобы сделать небольшой ремонт, оплатить коммуналки там какие-то частично. Да, ну, хотелось бы, если есть такая возможность у кого-то, ну, повлиять на такую ситуацию, чтобы мы не пешком это ходили, делали, а была возможность передвигаться на чем-то. Если мы все это беремся, все вместе делаем, мы сделаем так, что в нашей републике появится столько людей одарен, столько ребятишек, что будем прославлять, надо прославлять. Для меня АТВ – это новости здесь и сейчас, креатив и, конечно, классный коллектив. А что значит этот канал для наших горожан? Кого из корреспондентов они знают в лицо? А кого видят впервые? Жиргалма Бадмаева узнала об этом в рубрике «Улан-Удэ-Лайф». Без прелюдий сразу к делу. Это мой последний, прощально завершающий Улайф. И сегодня, конечно, мы будем говорить об АТВ. Так вообще там какие-то передачи показывают, что очень интересные. В основном НТВ, НТВ хороший, это канал. Мы АТВ. А, вы АТВ. Мы не НТВ. Здравствуйте, это наша территория. Ладно, я шучу. Как у вас дела? Отлично. А у вас? У нас тоже все хорошо, что вы тут рисуете. А вы что снимаете? А мы Улайф снимаем, а вы? А мы основал в Косточном экспрессе. Ах, здорово. Мне очень знакомо ваше лицо. Вы меня бить не будете сегодня? Сегодня нет. Сегодня у меня хорошее настроение. Ну ладно. А АТВ у вас с чем ассоциируется? Улайф. Улайф, да? Серьезно? Словно, да. А почему? Оригинальная рубрика. Он задорный, он нравится девчонкам, он такой смазливый. Понимаете? Как же ты сейчас описываешь себя? Ну ладно. Мы вместе смотрим, просто она часто о вас говорит. А, да? Какой у него прекрасный голос. Серьезно? Да? Как вас зовут? Алена. Алена? Меня жаль Галма. Очень приятно. Меня прям засмущали немножко. Я был в отъезде и находился в Казани, там не было интернета. И я последнее смотрел интервью с борцами. Ммм, интервью с борцами. А там что было интересно с борцами? Там про насвай. По кому больше всего скучаю? Так, ну, Сергей Михайлович, наверное. One love. Как вам ведущая, которая спрашивала у них это? Ну, довольно симпатичная. Меня не покидает чувство, что ты меня все-таки сейчас ударишь. Я боюсь. Ты я была. А, понятно. Я вас не узнал. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Франц? Франц был. О, боже, какое красивое имя. А я просто жаргалма. А вы куда? Я туда, в туалет пописать, в форум. Ма. Что? А, нет, нет. Не Маша. Ри. Мария. Мариам. Мариам? Он раньше работал на ТВ. Это любимый корреспондент всех бабушек. Особенно моей. Особенно, да. Про ТВ слышали? Да. Нет. Что, да, я вот с этой девушкой поговорю? Ну, в последнее время это все связано с жаргалмой, подмаймой. Но я думаю, что это молодая команда там, все дела. А что вам нравится на ТВ? Я не знаю, я не смотрю телевизор. Я что, сросела? Что тебе больше всего нравится? АСМР? А? АСМР? Нет, нет, на ТВ. А, на ТВ? Да, да, да. Ну, когда ты шепчешь там, наверное. Да? Ну, это же такой не особо известный канал. О, мое сердце! Вы ранили мое сердце. Что вы делаете? Зачем вы так грубо? А это он, наверное, я не знаю, как он. Ну, пьет, наверное, маленький лично. А вот маленький немного, да? Да. А что вообще важно в этой жизни, чертубери? Ну, чувствовать себя свободным, наверное. И еще на Байкал сесть, чтобы там тепло было. Хотя бы, да? Это, пожалуйста. Если описать тремя словами АТВ, то какое АТВ? Правда, очень смешно. На этом месте я стою не просто так. Именно здесь я записывал свой первый УЛайф. И последний тоже. Для меня АТВ – это словно первая любовь. Такая добрая, чистая и искренняя. Это мои любимые и дорогие коллеги. Это определенный этап в жизни, который навсегда останется в моем сердце. АТВ – я люблю тебя. А что значит для вас этот канал? Пишите свои варианты в комментариях. Ну, а я прощаюсь с вами. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях. С вами была Инна Языхеева. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok